В оппозицию к Слову Христа пробрались, и под видом заслуженных богослужений, сеют вымыслы щедро, ни пшеницу, ни рис, и играют под глупых своих, под блаженных. Прочь, кто слово на слово посмеет сказать, тот на страшном суде содрогнется несчастной, морю надобно будет пролить сесть в глаз, это в Библии все пропечатано. Слово плотью стало, родившись в хлеву, бессловесные бою желают воспеть. По ягнящей, по быщей возносят хвалу, говорящей впервые восходит рассвет. В оппозиции к Слову был демон немой, отчего и когда он имел дух лукавый. Из семи в откровении был он восьмой, взял все, чтобы слово совсем не алкали. Против слова переть очевидная смерть, и потомство свое обрекать на погибель. Нужно мазью Христовой глаза протереть, для других раздобыть много Библии. Если скажут из слова, замри, рассмотри, и сравни с толкованием пев и лакта. Даже если епископ сорвется на крик, и сумея повергнуть несчастного с тактом. Из пророков, апостолов и псалмопевца, о-о-о, не составить, здесь автор Господь. Ограничить ответственность даже младенцу. Не удастся, оно через смерть прорастет. Глупо-глупо-преглупо перечить Творцу, ставить рядом предания или каноны. Все по слову Христову ведутся на суд. Вся вселенная там свои главы преклонит. В оппозиции к слову не устоять. Так держись, слово Божие, как бы открытым. Кто сокроет хоть слово, кощуни и тать. А таких не исчезь под церковным корытом. 13 декабря 2006 года.